Село Хирино Глядя на этот красавец храм, сложно представить, что восстановлен он был практически изруин. Инициатива возрождения святыни принадлежит предпринимателю Игорю Ашурбейле, предки которого происходили из села Хирино. Свои двери для прихожан церковь заново открыла в 2013 году. Великий чин освящения совершил митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий. Свой более чем 400-летний юбилей село праздновало уже с новым храмом. Хирино Нижегородский архипастер не забывает. Вот и в этот раз, в день села, он возглавил божественную литургию. В 2016 году храм обрыл новую святыню. Из Ватикана сюда доставили частицу мощей Иоанна Предтечи. С тех пор Хиринская церковь стала настоящим местом паломничества. Мы уже ездим не первый год. Мы были, когда освящали, открывали этот храм. Мы в прошлом году были. Мы здесь живем неподалеку, в Первомайском и Ташинское благочение. Вот. И нам очень нравится. Хорошая всегда погода на этот праздник. Красивый очень храм. Добрые здесь люди. И поэтому мы часто, ну, каждый год стараемся быть. Глядя на убранство храма, построенного в стиле русского барокко, уже мало кто вспомнит, что после 1917 года здесь был устроен склад. Последних священников расстреляли. Отец Иоанн Сновецкий и отец Михаил Знаменский. Для народа они навечно – исповедники веры. Об этом и будет говорить памятная табличка. И вот через такие села, через такие места и возрождается вся наша Россия. С маленьких благословенных дел. Они выливаются в большое святое дело возрождения нашего Отечества. И мне всегда очень трепетно приезжать сюда. И в эти дни есть большие события, народные гуляния, промыслы. И вот так и связана наша жизнь духовная с обычной жизнью. И посреди нас всегда Христос. И пускай так и наша жизнь будет со Христом во все дни нашей жизни. Всех вас и поздравляю с этим. Пять лет назад, когда мы восстановили храм, в 19-м году. Сегодня пятый год, как мы приезжаем. И возродили то, чего не было, наверное, лет 100. Это день села, это праздник, это божественная литургия. Я благодарю владыку Георгия и владыку Силуана. Потому что это на самом деле всего лишь сельский храм. А представляете, сколько храмов по Нижегородской области, где нет вот такого счастья, которое есть у жителей Хирина. Когда приезжает высшая иерархия русско-православной церкви. На главной площади села в этот день праздничное гуляние. Людей позвал «Голос традиций» – фольклорный фестиваль, собравший лучшие коллективы области. Голос традиций позвал мастеров. От желающих постичь тонкости гончарного искусства или лошкарного промысла не было отбоя. Здорово, что я попал сегодня на такое замечательное мероприятие. Погода еще нам подфартилась, солнышко весь день. И замечательно, что есть люди, которые не деньги зарабатывают, а устраивают для людей такие вот праздники. Позволяют нам вместе собраться, показать, что мы умеем, посмотреть на все это празднество. Здорово! Уже стало традицией в начале сентября. Первая суббота после Дня памяти Иоанна Крестителя, после 11 сентября, это день села Хирина в Шатковском районе. Все больше и больше людей приезжает. Приезжают на ярмарку мастера, которые показывают свою продукцию, выступают с песнями разные хоры. И мы радуемся тому, что село Хирина развивается, расширяется, строятся новые дома, активизируется производство, которые там проводят предприятия, социум. Дай Бог, чтобы все задуманные планы осуществились. Пока живет святыня, будет живо и село. В истории Хирина уже немало страниц, но книга продолжает писаться народом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин